Медперсонал 6-го Курского роддома до сих пор не может поверить в произошедшее 3 дня назад. Рано утром на пороге больницы появилась беременная женщина с поистине огромным животом. Никаких медицинских документов у роженицы не было на учете. В женской консультации она не состояла, к врачам не обращалась. И о том, сколько носит детей и какого пола, знать не знала. Буквально через полчаса начались роды, результат которых потряс видавших виды гинекологов. Как пошли рождаться? Один за одним. Ну один, два, ну три, я понимаю. Ну десять? Это бы просто не может быть. Все нормально. Рождается один ребенок, доношенный. Смотрю, там еще ребенок. Опять. Скрываю пузырь. Принимаем роды. Опять рождается второй нормальный доношенный ребеночек. Опять живот большой. Смотрю, там третий род. Вы понимаете, и так их было десять. Пять девочек и столько же мальчиков. Такой урожай собрали врачи в тот незабываемый день. Все малыши родились доношенными и здоровыми. Самому маленькому было два пятьсот. Остальные три килограмма, и три сто, и три двести. Вы знаете, ну всяко бывало в жизни. Но такого. Молодая мама тоже вполне здорова и пребывает в прекрасном расположении духа. Ведь она так мечтала о маленьком, а получила не одного, а целый десяток детей. Ирина уже дала им имена. Правда, кому какое, путает до сих пор. Это Иришка. Это Илюшка. Это Наташа. Это Света. Или Наташа. Это Света. Счастье переполняет. Внутри поддержки врачей. Врачи очень хорошие здесь в роддоме. Помогли мне. Сражаться с армией пищащих комочков Ирина намерена с помощью тяжелой артиллерии. Со всех уголков Курской области уже вызваны многочисленные тети и бабушки. А вот голова семейства, видимо, зализывает душевные раны. Он посетил роддом всего один раз, когда пришел узнать, кого же подарила ему дрожайшая супруга. Известие о десятке малюток повергло его в шок. Больше молодого папашу никто не видел. Мы ему сообщили, что вот так женщина родила 10 детей. Он упал в домырок, и мы его долго не могли отходить. Это вот мой первый. Самый старший, самый крупный, вес больше всех. А это самый крепливый. Крепливая я, то есть это девочка. Вот и мальчик. Счастливая обладательница Дестерни трудностей не боится. В уме она уже подсчитывает, сколько президентских денег причитается их большому семейству. И какие подарки преподнесет местная власть. Пока же феноменальным событием заинтересовались лишь медицинские светила, которые пытаются понять, как в животе одной женщины смогли поместиться 10 доношенных детей.